всем привет всем шалом я очень рада быть в эфире наконец-то у меня был такой перерыв небольшой всем привет всем привет зод ханука вот у нас и настал восьмой день хануки всем привет я эль шалом шалом елена всем привет вот у нас и последний день хануки наконец-то в торе его точнее мудрецы его называют зод ханука вот и ханука то есть что вот этот день который сейчас настал это весь пик самый пик этого праздника этого ханука потому что мы зажгли все восемь свечей которые мы должны были зажечь да мы каждый день прибавляли прибавляли сегодня это самый пик такой из и вот эта восьмая свеча это нам как бы должно дать силы на весь на весь год чтобы светить освещать и делать добро вы знаете сегодня хочу вообще вот проговорить про вот ханука и сравнить почему ханука отличается от пурима и чем они похожи чем они отличаются мы знаем что и в хануку и в пурим еврейский народ народ хотели истребить до уничтожить но отличие только в том что в пурим еврейский народ хотели уничтожить физически до хотели просто убить всех а в хануку хотели уничтожить еврейский народ именно ведь вот этот дух да заставить евреев бросить тору не учить тору бросите исполнять заповеди и в общем хотели полностью убрать у еврейского народа тору и вы знаете вот в пурим Когда евреи узнали о том, что царь издал указ, что все могут убивать евреев, то евреи начали молиться, плакать и делать пост. Они сидели в посте и действительно просили Всевышнего, чтобы он их спас. А что мы видим в Хануку? Что в то время, когда все хотят уничтожить именно Тору, духовность еврейскую, чтобы евреи не учили Тору, в то время, когда они хотят уничтожить это, еврейский народ не сидит в посте, не молится. А что делает еврейский народ? Поднимают восстание Маковея, они сделали восстание и, грубо говоря, идёт против всех. Теперь, почему так? Почему, когда евреев хотят уничтожить физически, как мы видим в Пурим, евреи не могут просто дать отпор, хотя бы защищаться, пойти, прятаться в пещерах? То есть вот этот царь издал указ, что евреи не имеют права защищаться. Окей, вы не можете защищаться, так уйдите, исчезнете куда-то, ну как бы окей, вы молитесь, чтобы Всевышний вас спас. А когда говорят, что хотят у вас уничтожить Тору, почему вы учите Тору, то еврейский народ идёт и воюет против всех. Теперь, по-моему, потрясающий урок мы можем из этого учить, что наше тело, да, когда кто-то хочет нас убить, то только Всевышний нас держит в этом мире. Поэтому мы можем сказать, Всевышний, мы с тобой, пожалуйста, прости, если мы там, то есть взывать к Всевышнему, чтобы он нас спас. Теперь, а когда что-то грозит Торе, да, нашим заповедям, то в первую очередь это Всевышний проверяет нас, как мы отреагируем. Да, нам нужно обращаться с молитвой ко Всевышнему, но в первую очередь нам надо сказать, никто не имеет права забирать у нас Тору, никто не имеет права запрещать нам выполнять заповеди. Видите здесь разницу, что когда кто-то, например, покушается на меня, я молюсь, я говорю, Всевышний, только ты меня держишь в этом мире, я от тебя завишу, окей. Но как только кто-то духовно пытается меня уничтожить, говорит мне, не соблюдай Тору, ты неправильно делаешь ещё что-то, я должна защищать свою Тору. Я должна показать в первую очередь Творцу, что я с Торой, ты мне её доверил, я её сохраню, я её сберегу. И вот в этом вот и отличие праздников Хануки и Пурима. Пурима это такой, он духовный очень праздник. И вот мы сейчас уже, восьмая свеча, последний день аж немножко так грустно и тоскливо, если честно, но мы можем с вами с этого дня взять очень много-много полезного. Из этого последнего дня давайте мы все вместе подумаем, что хорошего мы можем взять на себя, какое-то хорошее решение. Может быть, прочитать какой-то один пасук Таилима в день, дополнительный, 20-й за весь Израиль, или за своего папу, или за свою маму, или за родителей, или за друзей, или за себя, или за супруга, за супругу, за деток. Просто дополнительный пасук Таилима прочитать, вот что-то хорошее взять, или каждое утро вставать и говорить Всевышнему спасибо, что он вернул нам душу, или перед сном читать Шма Исраэль, или же взять, не знаю, какое-то хорошее решение, проявить особое уважение для родителей, подготовить какой-то сюрприз им, помочь в чём-то. В общем, давайте мы с вами возьмём из последнего праздника Ханука, ну не зря же, какое-то хорошее решение на себя. И я начну первое. Я возьму на себя с уходящим днём Хануки, блинедер, я возьму на себя говорить благословение вслух. То есть, если я буду кушать яблоко, то я буду благословение говорить вслух, а не шёпотом, чтобы оно прям работало. Вот, это я беру хорошее решение на себя. Поэтому давайте каждый, может кто-то напишет, чтобы прям все видели и брали для себя пример, какое-то хорошее решение. Можно даже не на постоянной основе, а, например, хорошее решение завтра с утра, я один раз там попробую прочитать Таилим. Или завтра с утра можно даже одну, там одна акция вот такая, вот. Давайте сделаем светлее этот мир, нашу жизнь и хорошими поступками. Вот. И Зот Ханука. Я желаю нам всем много-много чудес положительных, много здоровья, это важно, много добра, много сил духовных и материальных. Вот. Класс, Мудэни Лифанеха, да. Так и должно начинаться каждое утро. Вот. Спасибо большое всем за эфир. Я желаю каждому Хану Касамех. Вот. И хорошей недели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok